Шумбрачи, Вечки Вейкс, Ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа «Шумбрат Рав» и я, ее ведущая, Родионова Татьяна. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимира Сафонова, идейного вдохновителя, участника и, конечно же, организатора не только нашей телевизионной программы, но и многих других проектов, мероприятий, посвященных мордовской культуре. Владимир Анатольевич, здравствуйте! Шумбрата до Ялгат, Шумбрата до Парола Мать, добрый день, дорогие друзья! Владимир Анатольевич, этот год был довольно удачным и насыщенным. Давайте все-таки подведем итоги. Действительно, если смотреть по мероприятиям, которые были проведены в этом году в мордовской теме, то можно сказать, что этот год, 2023, он оказался удачным в работе нашей автономии. Ну, один из самых первых проектов или самых важных – это, конечно, мордовский национальный праздник Шумбрат. В этом году он проводился в десятый раз и юбилейный. Ну, его как бы основным итогом является то, что постоянно растет количество зрителей, которые приходят на этот праздник. Если мы когда начинали, кроме артистов, которые собираются со всех районов Ульяновской области показать свои навыки в культуре, в песенном, в танцевальных своих навыках, то зрителей в первый раз, я помню, было, ну, если человек 500, может быть, то сейчас мы можем смело сказать, что порядка трех с половиной тысяч собирается на наши праздники. Вот именно я не думаю, что там только не мордва, там есть, наверное, гости других национальностей, потому что всем интересно знать, что из себя представляет народ мордва. И, конечно, мы стараемся на этом празднике показать все лучшее, что у нас есть у нашего народа. Этот праздник начинался в городе Ульяновске, его раньше не было в России. Мы его как бы взяли за образец проведения этого праздника татарский Сабантуй и чувашский Акатуй. И у нас, в принципе, получилось очень даже солидно. И местами даже некоторые площадки, которые мы сами внедряем, новые другие национальности, праздники, у нас уже начинают как бы брать в качестве опыта положительного. Следующее мероприятие, которое я хотел бы сказать, это проект «Сиинь Баягинидь». Это конкурс детского творческого, молодежного. Он вообще, в принципе, как бы городского уровня, но мы его сделали открытым, и поэтому на нем присутствуют гораздо больше представителей не только районов города Ульяновск, но и районной области. Могу лишь сказать, что очень красочно проходит это мероприятие. И порядка в этом году на заключительный концерт, это гала-концерт этого праздника, собралось порядка 120 детей, которые выступили на этом празднике, на этом конкурсе. И что интересно, что все дети находились в нарядах, в костюмах мордовских. Это очень отрадно, потому что, когда мы начинали, это тоже было как бы немножко небольшой проблемой. Но сейчас, как таковое, вот я говорю, что все 120 человек детей были в костюмах. Ну, должен сказать, что это большое достижение автономии. И, значит, у нас есть член исполкома Ирина Матюнина, которая является руководителем этого проекта. И вот благодаря ей мы, как бы, достигли очень больших, высоких результатов. Следующий проект, я бы хотел сказать, значит, Эргене, Бусенко, это областной конкурс, такой детского, взрослого творчества, где собираются также люди разных возрастов, коллективы, которые в основном мы вот его уже два или три раза проводили в центре Патриота, которые находятся с Вягой. Вот, большое количество тоже и зрителей собирается, ну, и сами участники тоже отмечают, что вот на общей фотографии детей очень много, и все тоже в национальных мордовских костюмах. Вот, большой проект у нас наметился, но мы его уже ведем много лет. Это день рождения Юртова, значит, и вообще, как бы, празднуем про него, говорим часто, потому что это наш первый просветитель мордовского народа. И вот на будущий год, в 2024 году, ему исполнится 170 лет со дня рождения, и им же написаны букварь для Мордвы Эльзи, которому тоже исполняется 140 лет со дня его опубликования. Вот, как бы, предстоит очень большая работа, мы запланировали очень много мероприятий. Конечно, большое мероприятие мы намечаем особое, как бы, центральное, практически в день его рождения 16 февраля, у него день рождения 20 февраля. Мы в 2024 году собираемся провести научно-практическую конференцию межрегиональную. Степан Эльзи на родине. Следующий, значит, проект, это мы работаем с музеем имени Степана Эльзи в Саранске, который нам, значит, присылал для проведения мероприятия копии работы Степана Эльзи. Порядка 12 работ были привезены сюда, и мы в течение месяца, значит, в областной библиотеке имени Ленина демонстрировали эти работы. В общем, приходили. Люди знакомились с его творчеством. Ну и если говорить о Степане Эльзи, то у нас в Ульяновске есть его памятник в Новом Городе, в Заволжском районе. Его нам подарили Республика Мордовия. И мы, как уже традиционно, 8 ноября ему исполняется день рождения обычный, мы там проводим возложение цветов. Если мы сначала это делали как-то скромно, возложили и разошлись, то теперь мы уже туда приносим колонки, озвучиваем, значит, сценарий готовим, приглашаем детей близлежащих школ. Это 64-я школа и 69-я, и организуем настоящий праздник. Раз в два года мы практически проводим Мордовский молодежный форум. Это тоже новая как бы форма проведения. Мы собираем в основном молодежь со всех районов области. Как правило, мы проводим это мероприятие в Ульяновской областной библиотеке имени Ленина. Вот, и как бы отдельно для молодежи стараемся рассказать, нацелить на то, чтобы молодежь изучала свой родной язык, не стеснялась этого. Дни Мордовской культуры в Ульяновской области мы проводим, но это тоже, оно практически раз в два года. Мы приглашаем, значит, артистов из Республики Мордовия, известных это Марина, Туарама ансамбли, значит, и приходят с удовольствием, зрители смотрят в ДК губернаторском. Мы, как правило, проводим это мероприятие, и аншлаги практически всегда бывают. И когда приезжают даже молодые артисты, значит, из Республики Мордовия, и впервые видят полные залы, и благодарят, что вот есть такая возможность, да, при таком большом стечении, значит, зрители им выступить, тоже вот это приятно нам. Ну, значит, в этом году впервые был проведен проект Чинжарамо, так называемый. Чинжарамо – это, значит, подсолнух. У нас, значит, появился в нашей автономии, и при ДК губернаторском есть подразделение Центра возрождения ремесел и народных культур, и там, значит, появился новый работник у нас, значит, руководитель Центра мордовской культуры Скобелкина Наталья Сергеевна. Поэтому вот мы решили с ее приходом провести ревизию, значит, коллективов, которые у нас есть в Ульяновской области, которые поют либо пляж и танцуют какие-то, значит, ну, в общем, занимаются художественным самодеятельством на лизианском языке. И вот Чинжарамо как раз именно был призван к тому, чтобы посмотреть, что мы имеем. В этом году поступило 13 заявок для участия в этом конкурсе. Ну, не все районы пока еще откликнулись, но это начало. Я думаю, что мы и разовьем, и название очень хорошее, приличное. Поэтому возлагаем надежды на этот конкурс тоже, на этот проект. Очень важный проект, который мы практически каждый год проводим, это конкурс «Лучший учитель года эрзианского языка». «Лучший учитель эрзианского языка года». Здесь, как бы, основная заслуга, надо сказать, Института развития образования. Мне отрадно сказать, что в этом конкурсе, если вот раньше было трудно найти для участия преподавателей, то сейчас у нас начали поступать молодые преподаватели, учителя родного языка, и это очень отрадно. И мы, как бы, обновляемся вот именно составом. И очень приятно, что даже у нас Скиржаев появился такой преподаватель, учитель. Он поступил даже в аспирантуру в Саранске, и вот мы думаем, что он закрепится у нас здесь, в Ульяновской области, и будет достойно преподавать родной язык. Могу сказать, что вот на сегодняшний день, благодаря стараниям Министерства просвещения Ульяновской области, в девяти школах сейчас изучается в Ульяновской области, в четырех районах, в Ульяновской области изучается родной язык эрзианский в качестве предмета. Вот. И детей, которые знают и изучают родной язык, опять же, как предмет, 442 человека на сегодняшний день. Владимир Анатольевич, вот Вы, как председатель автономии, может быть, отметите кого-то пофамильно, поименно, из участников, организаторов и активных участников Ваших мероприятий? Конечно. Тут однозначно можно сказать, что один человек в поле не воин, и я бы сам по себе, скажем, ничего бы не сделал. Все это благодаря тому, что у нас подобралась хорошая, можно сказать, компания-команда. Это разноплановые люди, но я могу сказать однозначно. Дунаев Ростислав Андреевич, это Ульяновский урорт, директор, он является членом исполкома и постоянно является нашим помощником, помогает в проведении всех различных мероприятий. Вильчик Александр Наумович, это глава администрации Кузоватовского района, он председатель местного отделения Кузоватовского района, тоже на базе района проводится очень большое количество мероприятий мордовских, поэтому я не могу его не отметить. Ну и Яндина Анна Петровна, это председатель местного отделения города Димитровграда мордовского, и вот могу сказать, что в этом году благодаря, может быть, ее стараниям тоже, мы впервые провели в Димитровграде национальный праздник Шумбрат. Вот, Родиону Татьяну Анатольевну, наша ведущая нашей передачи Шумбрат Рав, тоже без нее мы бы тоже не смогли вот так много информации передать мордовскому народу и другим лицам, которые проживают в Ульяновской области. Смолкин Иван Васильевич, это председатель местного отделения Индинского района, он вот очень много тоже делает для того, чтобы именно в спортивном плане, он ведет площадку спортивную на праздниках Шумбрата везде, и в своем Индинском районе, и на нашем областном празднике. Вот, и у нас появился новый спонсор, который нам помогает, значит, финансово, Сельков Александр Михайлович, директор мебельного предприятия. Предприятие это находится в Новом Городе, мы случайно как-то познакомились, и он откликается теперь на наши мероприятия, помогает нам финансово. Вот, и особо мне бы хотелось отметить, вот Кузоватовский район, Чикмаева, Екатерина Петровна, очень, вот я уже говорил, что Кузоватовский район является как бы базой, где мы много мероприятий различных проводим. Затем Кудряшова Надежда Ивановна, Новомалоклинский район, начальник управления, образования тоже района. И затем Индинский район, начальник образования района, Игнатьев Александр Васильевич. Вот, благодаря им у нас как бы все складывается по изучению, и культуры, и языков, все очень хорошо. – Владимир Анатольевич, и, конечно же, мы хотим услышать от вас пожелания и наставления на следующий Новый год. – Самое главное, я считаю, что нам, нашему народу мордовскому, нужно все больше, как можно больше общаться между собой, пытаться разговаривать в семье на своем родном языке, и сделать так, чтобы дети ваши, если уж вы сами, родители, не можете учить языку родному, но делайте, чтобы они хотя бы имели возможность в школе изучить свой родной язык. – Тем более, что сейчас такая возможность есть. – Да, сейчас есть политика, значит, государство намечено на то, чтобы сохранять, приумножать все родные языки всех народов. Поэтому мы сейчас находимся в таком благоприятном течении времени, что мы можем и должны возрождать свой родной язык, поддерживать его и приумножать. – Дорогие телезрители, наша программа не заканчивается. Вас ждет поздравление. У нас в гостях сегодня большая творческая группа «Школьный театр вдохновения» в село Кивать, Кузоватовский район. И большой друг нашей программы – Наталья Кузьмина. Сегодня мы вам покажем волшебный мордовский обряд, который только проходит в Кузоватовском районе Роштуанькудо. Встречайте! Мон, кудо ава, панень пачалксить, панень пишкинеть, учен ялгинеть, учен инжинеть, курок должен самот. Семьдесят тонко, только кудо форный я, часы как шнесить. Каля-да, каля-да, ой, баба, крапитин пасть. Каля-да, каля-да, ой, деда, крапитин пасть. Я киню мотворчамо у масла с лотом всю дров. Пишки, лепешки, подай, бабы, пирожки. Места на варде. И ты, мису, вась, мун, сон, до панень панень, сон, кудо якопа не верь. Щас пастуха мешать их сыне. Миша, закатим! Косо тубось, туболек смаром. А над кусом, мун, сон, до панень панень, сон, кудо якопанене. Щас пан сыне. Ну-ка, чиктисте? Чик, 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 чик. Панец. Щас кудон чистя сыне и мурратану. О ней гадает оно Давайте терсыне, Дуня-баба Сонуды, баба-дуня, стяк-стяк Мейте тени геряви, мейте озертадор Нефти в кудыки или гадайте Ох, саятки, полмораз вилявтат и ёрсак Ковсу дозованны, то сой пары ясері Ох, мон геребесы, мон габа в кассо Мон геребесы, мон габа в кассо Мой габа в кассо А мой кузат вилесы А мой кивацо О ней моратано Каляда, каляда, ой, баба, как петер пальць Каляда, каляда, ой, деда, как петер пальць Якиню матва чамо, у матра, сонтов всю ров Пишки, лепёшки, подай, баба, пирожки Будем, асо, прякине, шашка, тёра, тякине Будем, асо, пишкине, шашка, тёры, пишкине Ламса, ламга, якине, чак, вас, пальмё, байсине Пишки, лепёшки, подай, баба, пирожки О, ды, естыть, ментиненг, есимене, киняртанок Покш, поздоровт Ну а всем народам России мы желаем ШУМ-РАЧИ Уважаемые ребята, дело в том, что заканчивается год Очень много мероприятий у нас было проведено И, насколько я знаю, вы очень во многих мероприятиях тоже принимали участие И как артисты, и как я знаю, изучаете родной язык в качестве предмета И в кружки посещаете В общем, вы достойны того, чтобы Ульяновская областная, Мордовская национальная культурная автономия И вас, и вашу руководительницу поблагодарили Чем я сейчас и займусь ШУМ-РАЧ, ШУМ-РАЧ, ШУМ-РАЧ ШУМ-РАЧ, 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 ШУМ-Р